Волощук Добрый вечер, уважаемые любители рок-музыки! Наше рок-путешествие по Камчатке завершается и отметить завершение мы решили в ресторане Камчатка. А это, по словам и местных жителей, и знакомых москвичей, самый лучший ресторан в Петропавловске и Камчатском. Поэтому мы забронировали здесь столик на сегодняшний вечер. И сейчас пойдем проверять, а правду ли они здесь вкусно готовят. Пойдемте. Здравствуйте, мы к вам с проверкой из Москвы. Замечательно. Проверять, умеете ли вы вкусно готовить. Они вас там застращали в Москве, говорят, что тут самый вкусный ресторан. Правду говорят или нет? Да, конечно, правда. Елена Ивановна, правду говорят. Добро пожаловать. У нас в ресторан забронирован столик. У нас забронирован столик. На какое имя у вас брать? На Сергея Дмитриевича Волосчука. Здравствуйте. Замечательно. Волосчука СД, русский рок-звездов. Узнаете, нет? Не узнаю. Не узнаю. Не узнаю. Ну ничего. Кого? Какая это группа, может быть? Я знаю ДТТ Юрия Шевчука. Да. Знаешь, что вы знаете? Откуда? Я здесь был в спортер-радио, служил там, где там. Ну ладно, пойдемте. Мы заказываем на 6 человек столик. Пойдемте, Илья Ивановна, проверим, как они тут. Уважаемые любители рок-музыки, мне нравится. А вот спросите, что мне нравится. А мне нравится, что здесь много народу. Значит, здесь вкусно. Потому что когда народу нет, кто-то вызывает у меня вопросы. А когда народ есть, значит, точно вкусно. Вот. Примета первая. Уважаемые любители рок-музыки, но прежде чем приступить к трапезе, давайте сходим, помоем руки, а заодно более детально рассмотрим заведение. Антураж, как вы видите, сделан в стилистике охотничьо-рыбачьей, то есть соответствующей духу Камчатки. Нет никакой чопорности. А напротив, создана атмосфера заведения, где люди отдыхают после трудового рабочего дня. Вроде бы шумно, но в то же время наша компания чувствовала себя психологически комфортно. Тебя никто не рассматривает. Каждый столик живет своей жизнью. Очень много иностранцев. А они знают, куда идти и где деньги оставлять. Воздуха в зале много. Температура также комфортна. Не холодно и не жарко. Туалеты хорошие, чистые, с полотенцами. Кухня открытая. Видно, как работают повара. Антураж мне нравится. Официант с юмором. Также у нас есть десертное меню в картинках и очень вкусные десерты. Соблазняйте. Елена Ивановна, тут красивые женщины меня соблазняют. Вы непрерывнуете. Я буду вашим официантом. Сегодня у меня официанты, кнопочка на стене. Хорошо, Наталья. Так вам хочется что-то напередить или нужно... Холоденькой воды с газом. Малкинская здесь. Третье. Официант расторопный. Пока идут плюсы. Давайте смотреть меню. Обратите внимание на вот эти таблеточки. Это не есть. Это салфеточка. Набрала водички. Еще один плюс ставлю этому ресторану. До того, как я попробовал еду. Официант немедленно принес воду. Малкинскую, знаменитую. Вы же знаете, да? Самая знаменитая вода на Камчатке. Это из реки Малка. Горная реки. Хорошая водичка. У нас есть даже подруга в Москве, которая родом из Петропавловска-Камчатского. Но уже здесь не было лет 20. И поэтому позвонила и попросила привезти ей Малкинской водички. Но соскучился ребенок по Малкинской водичке. Привезем. А что нам жалко? Все, воды. Мы ж русские люди. Нам ни воды, ни соли не жалко. Теперь расскажу, что мы заказали. Я, конечно же, заказывал только то, что именно Камчатское. Чтобы показать вам оригинальность этих блюд. Самое оригинальное, что я заказал, это суп из черной трески. Солянка с угольной рыбой. Черной треской так называют. Но там 5 сортов разных рыб. Вот я хочу попробовать эту соляночку. Раз. А на второе я себе заказал трубача с картофельным пюре под грибным капучино. Ну, согласитесь, звучит очень интересно. Но для тех, кто не знает, что такое трубач, расскажу. Он водится только здесь, на Сахарине, на Камчатке. Это такой моллюск, типа улитки подводной. Его оттуда вытаскивают, маринуют, ну, готовят по-разному. Это очень большой деликатес. Здесь редкость, его просто так не найдешь. Здесь он есть. Ну, и, конечно же, мы заказали из горячих закусок. Это гребешки, креветки, кальмары на гриле. Тарелку. Различные тартары из лосося, из чавычи. Заказали селедочку, их местную. И заказали нерку слабосоленную. Что здесь еще, чем этот ресторан славится? Он славится блюдами из различных диких животных. Вот здесь прямо написано. Какие тут есть мясо. И из кабана, и из лося, и из зайца, из гуся. Из медведя, из уток различных диких. Все это есть. Мы заказали из дикого кабана ребрышки. Так, попробуй на закуску. Я, честно говоря, не любитель диких животных. Но участники рок-группы Волчу КСД потребовали попробовать дикого кабана. Поэтому взяли закуску. Обо всем будем рассказывать чуть позже, когда пронесут. Уважаемые любители рок-музыки, здесь еще есть десертное меню. Очень оригинальное. Обратите внимание. Торт с голубикой. Ну, красота какая. Здесь сыр, панакотта и бисквиты. Тут все расписано. Сердце Камчатки пирожное. Чизкейк. Маракуйя. Панакотта. Вот угадайте, что себе закажут Волчук КСД. Который я отпахал тут неделю, снимал для вас всякие видосики. Он заслужил себе профитроли. С кофейком. Вы знаете, контрольная закупка кофе. Латте. К ним вот это возьмем. И что я еще хочу заказать. Ну, это, может быть, я их и есть не буду. Здесь делают прикольные конфеты. Ну, как не заказать конфету ручной работы вулканическая бомба. Это обязательно надо заказать. Или золото Камчатки. Конфета, да? Или огненная лава. Ну, вот такие. Вот камчатское название. Смотрим, как они выглядят. И вам покажем. Уважаемый, любитель рок-музыки, отмечаю моду камчатскую. Камчатка. Это грамотно. Это фирменный стиль. А для чего я достаю приборы? А для того, чтобы попробовать первую закуску. Горячую принесли. И обратите внимание. Граф Строганов что говорил? Что люди думают, что надо начинать с холодных закусок. Ничего подобного. Настоящий гурман начинает с горячих закусок. Поэтому попробую для начала горячую закусочку креветочку. Очень хорошо приготовлено. На гриле приготовить морепродукты непросто. Тем более какие. Теперь вот гребешочек. Ну, хорошо. Ох, чувствую, не зря они хвалили этот ресторан. Попрыскаю лимоном чуть-чуть. Сейчас кальмарчика попробую. И кальмарчик хороший. Отмечаю. Первая закуска. 4,5 балла. 5, вы знаете. Это надо заслужить. Первый принцип хорошего ресторана. Когда заняты все столы. И заранее заказывать надо. Бывают модные рестораны. Когда только открылся, его разрекламируют. Но если повар плохой, оттуда люди уйдут. А этот ресторан давний. И все время здесь людей много. Мы заранее заказывали себе столик. Видите, полный зал. Все занято. Вкусно. Закуска первая. Класс. Уважаемые любители рок-музыки. Принесли главную русскую закусочку. Хрустящий хлеб. Горячий еще. Гляньте. Хрустит. Вы слышали? Хрустит. И маслице. Ух ты. Не подмороженное, хорошее. А ну. А ну. Со всякими травами. Не возьмите мне. Оригинальное запахло. Очень вкусно. Вот это классно. Сделано. Хлебу с маслом. Ставлю 5 баллов. Сразу. И пробую крабовую закуску. И сразу же обращаю ваше внимание. Ну, понятно, что здесь краб одна из основных культур рыбников. Не жалеют краба. Сейчас попробую. Тоже великолепная. 4,5 ставлю. Вкусно. Пробую следующую закуску. Алюторская сельчь. А ну. Вкусная. Вкусная. И картошечка. Великолепная закуска. Хорошая. Не сухая. Правильно сделала на собственном соку. Ладно. Ну, или в маринаде, когда. С лучком. И картошка правильно сделана. Поджарена. Неперенасыщенным маслом. Хотя это фри, вы понимаете. Но хорошо сделано. Вкусно. 4,5 балла ставлю селедки. А Елена Сергеевна, видите, подкрадывается незаметно. Это клавиша. О, и барабанчик. Остался наконец-то. А то сидел как это, принц на свадьбе на собственной. Принесли слабосоленую нерочку. Нерка. Попробуем. Сейчас у нее нерец. Сейчас сама икра идет нерочная. Но мы саму нерку заказали. Буду пробовать. А ну. И возьму кусочек к ней хлебушка. Черненького. А ну. Вкусно. С любовью сделано. Ну. Просто это обычная рыба. Красная. Чтобы сказать. Ах. Я бы не сказал. Вот так. Передаю участникам рок-группы. Уважаемые любители рок-музыки. А это принесли экзотическую закуску. Того самого дикого кабана. Ребра. С пюре. И с всякими соленостями. Видите. Буду пробовать. Вы же знаете. Я не любитель, конечно. Ради вас. Уважаемые любители рок-музыки. Я меняю свое отношение. Блюда без диких животных. Это очень вкусно. Ну. Реально вкусно. Чуть-чуть подкопченые. Просто классно. Ну. Пюре. Пюре воздушное сделали. Ну. Повар молодец. Аплодирую. И поднимаю тост. За то, чтобы в нас бурлила дикая кровь наших предков. Чтобы мы делали рок-н-роллы заводные. Чтобы вся наша жизнь была наполнена дикой страстью. Ко всему. Давайте. Принесли очередную закуску. Ну. Мы специально заказали много закусок. Чтобы вам рассказать. И чтобы вы получили представление об этом ресторане. Так же, как и мы. О разнообразных блюдах. Потому что, знаете. Бывает повар научится делать что-то одно. А все остальное не умеют. А тут мы пробуем. И гляньте, все хорошо. Пробую. Это тартар из чавычи. С соусом из подкопченного. На гриле. Баклажана. Хочу попробовать. Я не любитель, конечно, сырой рыбы. Но ради вас попробую. Вот знаете, без соуса было бы не то. А с соусом. Великолепно. Ну. Во-первых, чавычи это царская рыба из всех лососевых пород. И плюс вот этот баклажанный соус. Во. Обалденно вкусно. Вот реально очень вкусно. Не удержусь. Еще съем кусочек. И расскажу вам, как я первый раз попробовал чавычу. Это было... Когда я на втором году в службу попал в спорт-роту. Выиграл первенство Камчатской флотилии. Туда приходили из штаба флотилии старшие офицеры. Играли там в волейболу по вечерам. И парились в бане. И плюс отдельно была баня, в которой парился лично командующий флотилией, члены военного совета, но адмиралы. То есть командование. И там вестовым, вестовой это официант и повар одновременно, вестовым был наш матрос из спорт-рота. И когда уже там пьянка заканчивалась, все уходили, на другой день там никого нет. И он готовил нам иногда разные блюда. Он приготовил нам как-то котлеты из чавыча. Мы не знали. Он дал нам, говорит, у меня котлеты сегодня, попробуйте. И мы вот едим, ну так вкусно, обалденно. Он говорит, а угадайте из чего? А мы не можем даже угадать, что за мясо, не можем понять. А потом он говорит, да это чавыча. Я говорю, а что за чавыча? Да это рыба такая. И показал нам эту рыбу. Там такая рыба толщина. Прям вкусно. Он умел готовить хорошо, но не отличить. Но настоящий мясо, запах рыбы мы не очутели. Вот тогда я первый раз попробовал чавычу. Это реально царская рыба. Это очень вкусная рыба. И вот они сделали тартар. Если бы без этого соуса, ну, хорошую рыбу я поел бы. Сырой. Ну, с такой тартар. Отбитая рыба. Но соус придает изумительный вкус. Вот это сочетание этого соуса из баклажанов, подпеченного, подкопченного баклажанчика и чавычи с сырой. Вот так вот сделано. Повару аплодирую. Закуска на 5 баллов. И пятерочку я бы поставил дикому кабану ребрышками из дикого кабана. Класс. Просто класс. Вот так. Уважаемые любители рок-музыки, принесли очередную холодную закусочку. Тартар из гребешка. Видите? Ну, кто не знает просто. Вот эта ракушка, это и есть гребешок. Ну, мы ее на Черном море. Там маленькие гребешки. Мы их называли, вот эти ракушки называли королева. Видите, у нее тут такой выступ. И мы брали их, и кто победит. Ну, кого королева крепче. Вот этими выступами мы друг друга терли. Сейчас попробуем. Так, а ну-ка. Ну, неплохо. Неплохо. Они немножко добавили чесночка. Чуть-чуть он чувствуется. Перчиков всего этого дела. Хорошая закуска, знаете, такая очень оригинальная. Если просто гребешок есть, без приправ, ну, он нейтральный. Это, по сути дела, все равно, что есть креветку без соли, без перца, без ничего. А здесь вот приправливают. Неплохо, неплохо. Закуска отличная. Еще съем. Переходим к основному блюду. Солянка из угольной рыбы, то бишь из черной трески. А вот это к ней, это не сметана. Мы же привыкли в солянку сметанки немножко. А это такое кисломолочное что-то, типа ряженки. Сейчас добавлю. Распринести надо добавить. Не только треска, то есть угольная рыба, но еще пять сортов рыбы разной. И, гляньте, тут и маслинки, и оливки зелененькие, видите? Ну, сделано по-взрослому, в общем. И картошечки немножко. И лимончик. Сейчас попробую я, ну-ка. Уважаемые любители рок-музыки. Чувствую, что я не зря приехал на Камчатку, в ресторан Камчатка. Сюда стоило ехать только ради этой солянки. Я добавлю еще. Ряженочки кисенькой. Чтобы веселее жилось у меня на белом свете. А ну, о-о-о-о. Слушайте, очень вкусно, очень, очень вкусно, реально. Это произведение искусства. Это из той серии, что я вам говорил. Язык проглотить. Это очень вкусно. Пять баллов просто безоговорочно. Ну, слушайте, ну классный ресторан, мне нравится. Но вы не забывайте про контрольную закупочку. Латте в конце, вы помните. Так что преждевременные оценки ставить не буду. Уважаемый любитель рок-музыки. Но такое блюдо, вы же понимаете, оно вдохновляет на то. Когда язык проглотить, то хочется язык развязать и произвести прекрасный тост. Вот я хочу выпить за золотые руки того человека и светлую голову. Потому что без светлой головы золотых рук не бывает. Вот я хочу выпить за те золотые руки, которые вот так вот умеют готовить. Ну, таких поваров в Москве немного. Давайте за повара. Хочу с ним познакомиться. После того, как мы закончим ужин, я возвращаюсь к повару. Но человек понимает гармонию, гармонию взаимопересечения различных блюд, их компоновку. Но до дома, кисенькую ряженочку и вот сюда. И это придает такого вкуса, прям великолепного. Я ему аплодирую. Класс. Это композитор в гастрономии. Хороший композитор. Умеет композицию составить, грамотно ее выстроить. Класс. Класс. Давайте посмотрим, чего захотели отведать участники рок-группы Волощука СД. Наш знаменитый продюсер и режиссер Елена Ивановна заказала себе черную треску с овощами. Младшая клавишница Елена Сергеевна заказала себе кальмара, фаршированного различными морепродуктами. Виртуозный барабанщик Константин Сергеевич заказал оленину с кускусом. Он еще ее не наелся. Вот Волощук СД тот уже наелся. Мы как-то были в Финляндии на лыжном курорте. Так там и на обед, и на ужин, даже на завтрак оленину подавали. Хороший такой отельчик был. Теперь мне больше есть оленину не хочется. Отучили. Раз и навсегда. А вот старшая клавишница Екатерина Сергеевна не захотела камчатской экзотики и заказала себе стейк из мраморной говядины. Ну что ж, это тоже неплохо. Ведь должен же в рок-группе быть хоть кто-то, кто придерживается музыкальных традиций. А то одни экспериментаторы. Уважаемые любители рок-музыки, ну вот и подошел конец сегодняшнего сабантуя. Принесли кофеек ватте. А вы знаете, что это контрольная закупочка. Тут проверка идет. Вот, на вшивость. Умеют ли. Но прежде чем его попробовать, я расскажу, что нам принесли. Это принесли пирожное. У них все авторская работа, все десерты. Это пирожное профитроли, видите, с таким вот ягодным таким муссом. Это пирожное называется Камчатская голубика. И принесли авторские конфеты. Вот эти слитки золота называются Камчатское золото. Вот эти три, это застывшая лава. Эти две, это вулканическая бомба. А это маракуйя. Затесалась сюда маракуйя. Экзотическая. Камчатская. Будем пробовать. Елена Сергеевна, прошу вас, попробуйте, доложите нам. Показывает такой знак. А Елена Сергеевна в конфетах знает толк. Поверьте мне. Иногда у нее даже диаптез появляется. Так объедается ими. Поэтому она разбирается очень хорошо. Я пробовать не буду. Я попробую кофе. Пенка обнадеживает. Не горчит. Ну, пенка-то пенкой. Но надо напиток попробовать. Хороший кофеек. Поэтому, подводя итоги, скажу следующее. Я присвоил пять баллов каким блюдом. Закуска. Хлеб горячий, хрустящий. Масло с травами различными. С розмарином. С чесночком там чуть-чуть. Хрустящий, горячий. Великолепная закуска. Великолепная закуска. Тартар из чавычи. С соусом из баклажанов. Печенок, копченок. Вот такая вкуснятина вообще обалденная. Очень вкусная солянка. Из угольной рыбы. То есть из черной трески. И там еще четыре сорта другой рыбы. Прямо язык проглотить настолько вкусно. Вот такая вот. Пятерочку я поставил дикому кабану. Подкопченному. Пропаренному, протушенному. И с великолепным пюре. Воздушным. Насыщенным сметанкой. Молочком. Классно. Очень вкусно. Вот эти блюда у меня заслуживают пятерку однозначно. Остальным блюдом я поставил четыре с половиной. Семь. Вот четыре с половиной поставил. И прежде чем поставить окончательную оценку, я должен попробовать десерт, который мне принесли. Этот я пробовать не буду. Это я передаю членам. Группа Волчика СД. А вот про тетрольчик. Попробую. Обычный. Я не впечатлен. Пробую застывшую лаву. С виски? С виски. А мне можно виски? Очень вкусная конфета. Шоколад отличный. Хороший. Качественный шоколад. Внутри чувствуется немного алкоголя. Наросил. Обед без алкоголя. Пробую. Луконечку бомбу. Неплохая, но застывшая лава. Во. Все, могу подводить итог и ставить оценку. Итого подвожу итог. Ставлю оценку этому ресторану. 4,7 балла твердых. Минусы были. Теплая вода так и не была холодной водой. Они сказали, что нет холодной водой. Все, кончилось. Это раз. И второе. Это очень основной прокол. Они основные блюда вторые. У нас компания 6 человек. Они привезли в разброс минут в 20. 5, 10, 15, 20 минут разброс. То есть, один ест, другой сидит, смотрит. Ну, это. Вот эти минусы. Не позволяют мне ставить оценку лучше. А так все хорошо. Прекрасный ресторан. Вот просто прекрасный. Отличный. Он для Москвы прекрасный. А для Камчатки тем более. И произнесу заключительный тост. Загостеприимство этого края. Для тех людей доброжелательных. И стойких. Которые живут на краю света. А на самом деле в начале русской земли. Давайте за Камчаталов и за Камчатку. За наш русский край. Ну и в конце. В подтверждение моей высокой оценки этому ресторану. Произошло неординарное событие. Младшей клавишнице рок-группы. Елене Сергеевне. Так понравилась и еда. И антураж ресторана. Что она расчувствовалась. И оставила благодарность книге отзывов. Чего раньше она никогда и нигде не делала. На этом все уважаемые любители рок-музыки. Завтра с утра мы улетаем в Москву. Поэтому до встречи в аэропорту имени Витуса Беринга. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории Ивана без цензуры. Расскажет рокер Валащу.